Привет, друзья! Я вот что подумала, что помимо тех клипов, которые я выпускаю, где я рассказываю о том, что такое наука Каббала, что за методика, какие ее аспекты и так далее и так далее, то есть, в принципе, делюсь знаниями, информацией, опытом и так далее. Я думаю, что раз в неделю, вторым роликом я буду делиться впечатлениями от собственных усилий, собственных преодолений. И таким образом давать вам силы двигаться вперед, давать вам уверенность в том, что Творец управляет всей действительностью внутри и снаружи, что эта сила абсолютно добра и желает нам только добра и духовного развития. И таким образом мы будем в этом блоге все больше укреплять наши связи и быть друг для друга действительно духовными единомышленниками, духовной поддержкой. И вас приглашаю в комментариях делать то же самое и поддерживать вот эту вот атмосферу вдохновения друг друга. Начну с созвонов десятки. У нас каждый день есть один или два созвона десятки. И основной такой в одиннадцать утра. И вот в начале недели я поняла, когда поснулась утром, что у меня ровно на одиннадцать утра назначено занятие по йоге. Причем, когда я его назначала, я абсолютно наотрез забыла, что у меня в это время созвон десятки. Такое бывает. Творец специально устраивает такие забвения, чтобы в нужный момент подвести тебя к точке выбора. И я, конечно же, подумала, нет, ну я же не специально, у меня же важное дело все-таки. Ну не пойду сегодня, завтра приду. Ничего, это же не последний раз. Ну и все в таком духе. Я уже говорила о том как-то, что вот этот наш эгоизм, внутренний змей, такой хитрый, он нас такой аккуратненько водит за нос и оттягивает от соединения с единомышленником, оттягивает от, по сути, самой главной работы духовной. И все, конечно, всегда так логичное, оправданное. У меня же веские основания. Ну и так далее. Но в тот момент мне пришла мысль, напиши в десятку попроси передвинуть время пораньше. И вот тут действительно возникла точка выбора, что, в принципе, я могу написать. Но тут я поняла, что мне писать не хочется. Это было очень удивительно наблюдать. Мне казалось, что мне так важно быть на созвоне десятки. И тут приходит решение. Возьми, напиши, попроси, немножечко пригнись, покажи, что ты нуждаешься в других. Пусть они ради тебя сделают какое-то усилие. Но, тем не менее, что-то мне подсказало вот это вот какое-то внутреннее ощущение, что тебе надо это сделать. Это мы отдельно поговорим о том, откуда рождается вот это ощущение, вот такие вот намеки Творца. Такие легкие нашептывания, что все-таки нужно сделать это преодоление. Ну, была не была, я написала. Что вы думаете, очень быстро все откликнулись. Написали, да, я могу, я могу, я могу. В итоге на этот созвон десятки пришло несколько девочек, подруг, которых я уже сто лет там не видела, представляете? То ли они захотели сделать мне одолжение, подумали, что, может быть, никто не придет, а они вот могут. То ли еще что-то повлияло, я не знаю. Но это был просто великолепный созвон. И тоже связанное с темой десятки, тоже на этой неделе было, что пару раз я накануне ложилась очень поздно спать, потому что были там какие-то дела, срочные проекты, или монтаж видео, или там в баню поздно ездили с мужем. И, естественно, я не могла рано встать, и меня будил не будильник, а напоминание о том, что через 2 минуты будет в 11 часов созвон десятки. Ну и, конечно же, вот в эти оба раза у меня были абсолютно одинаковые мысли. Я слишком устала, мне нужно выспаться, у меня за этот день еще так много дел предстоит. Конечно же, все важные, все духовные дела, по проектам каббалистическим, мне нужно иметь свежий ум, силы и так далее. Зачем вставать на созвон десятки? Это же не последний созвон в твоей жизни. Будут же и другие, можно вечером прийти. Но тут, с другой стороны, приходили такие мысли, а если вот ты не придешь, и еще не придет, или придет одна подруга, и ей не с кем будет соединяться. У нас такое бывает, что приходится иногда 2-3 человека, остальные не могут, там заняты, срочные дела какие-то. И вот первый-второй раз я просто, знаете, так, открыв один глаз, нажимала на ссылку Zoom и давала себе слово, что я хотя бы полусонная, но я там буду. И это поразительно просто, вот опять же тоже амнезия случается, на то, что как только ты соединяешься с подругами, с товарищами, у тебя тут же начинает возникать пробуждение, как физическое, так и эмоциональное, и духовное. Потому что при взаимодействии с людьми, носителями вот этого стремления к Творцу, у тебя внутри начинают возникать бурные реакции. Отрицательные, ты вдруг раздражаться начинаешь, тебя они бесят, все, что они говорят, тебе как-то далеко, и ты думаешь, зачем это обсуждаем вообще, я этого не хочу. Или наоборот положительные, ой, как здорово, что мы вместе, как здорово, что у меня такие прекрасные подруги, и цель у нас велика. Не важно, но главное, что вот эти реакции, они заставляют тебя внутренне работать. И было так в этот раз, и я могу сказать, что вот те созвоны, которые даются путем преодолений, они получаются всегда очень мощными, очень пробуждающими и такими, знаете, знаковыми. После них какие-то осмысления приходят, множество сил приходит. И в итоге целый день я была просто под огромным впечатлением от них. Вот такие усилия. Что вы думали, да, если есть десятка, то всегда бежишь с удовольствием туда, если бы. Спасибо.